Вось так, под гуки запальных мелодий, у Брёвским театра и ляликсу строкают с гостей. У их гостей господаров девчинка Маша, пират, казышник, любимые и ведомые герои. Сустрешно с лидершами тут шакали давно, до свято и подарунок. Капелька упала на крыло. Дождь, первый дождь. А это значит, что скоро придет осень. Новый сезон распространяется с премьерой спектакля «Перолётные», основой которого лёг мультипликационный фильм с ужасных иллюстраторов Юлии Ароновой. По идее спектакли отбываются аккуратненько, где маленькая курочка Зина, Мары слетать. Але у все обставины свершить. Гэта немогчима. Все ж таки. Зина, ты только посмотри на своих братьев. Они четко выполняют. Это клюв, а это не клюв. Это клюв, а это не клюв, а это не клюв, а ты что? Для нас это что-то новое. Во-первых, там используются несколько вариантов систем кукловождения. Мы ушли в некоторую условность, что тоже для нас что-то новое. Было очень интересно. Мы пытались найти какой-то юмор, уже немножко пошутить с детьми. Я надеюсь, что у нас получилось. Много было вариантов. Остановились на таком условном решении. Минимализм, можно это так назвать. Открытый прием, когда декорации не закрывают полностью артиста. Они работают просто вот как есть. Прямо плану. Очень интересно было работать над этим спектаклем. На данный момент это мой любимый спектакль. Спектакль об том, что для Веры нема пирожкот. И отсюда Максима зауседы. Она так красиво летела. Был красивый туман. И все было такое красивое. Так вдохновился. Мне больше понравилась та, которая выигрывала Зинка. Она просто мечтала. Она верила, что мечта ее сбудется. Вот так надо всегда. Если вы хотите, чтобы это сбылось, надо мечтать. У театра уже почали рихтоваться и до новых премьер. Мы каждый день думаем, чем удивлять наших зрителей. Вчера у нас состоялось заседание художественного совета. Мы приступили к производству нового спектакля. Рабочее название пока называется «Крылья бабочки». У календаре подзей и фестиваль ТАРТ. А так само подрыхтовка новогодней программы. Усевка бы снова порадовать и удивить маленьких и дорослых глядашоу. Евгений Мороз, Алексей Рыбкин, телерадиокомпания «Брест». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова